Но мы считаем это как-то несправедливо, неправильно, потому что мы являемся также частью города и нас просто отрезали от транспортной развязки. Наша съемочная группа по приглашению жителей микрорайона была в спутнике полгода назад. Тогда неожиданно с линии сняли 110-й маршрут. Людей это сильно возмутило. По их словам, его маршрут был удобный, не столь петляющий, как у 144-го, и по льготным проездным можно было ездить. Однако в 2020 году мэрия решила расторгнуть контракт с перевозчиком по данному нерентабельному направлению. И остался на микрорайон с населением в 3000 с лишним человек единственный маршрут. Получается, что мы не пользуемся этими правами, которые нам предоставлены. После выхода сюжета в эфире нашего телеканала тема вызвала резонанс в социальных сетях. И вот спустя несколько месяцев мэрия приняла решение вернуть 110-й маршрут. Нашелся и перевозчик. Это социально важный маршрут. Во-первых, у него здесь спутник-авиатор ходил только 144-й маршрут. Но у него маршрут разница со 110-м. В каком плане? 110-й он проходит по авиатору и по спутнику, когда двигается с аэропорта и когда двигается в обратном направлении, в аэропорт. Во-первых. Во-вторых, он идет, выезжая здесь со спутника, он идет напрямую в центр города. Тем самым от микрорайона до центра дорога занимает в среднем минут 30. Это меньше, чем на другом. К тому же для удобства пассажиров создали чат, где диспетчер оперативно информирует о каких-либо изменениях маршрута. Из-за пробок или поломок. Кстати, на линии работает 4 автобуса. Ездят они четко по времени, говорят водители. Люди привыкают только еще. Мало еще людей. А в час пик? В час пик садятся. В час пик садятся много. Кому на работу надо, они уже знают, что я в центр еду быстрее. Садятся охотно намного лучше. Особенно для нас, для пенсионеров. Этот рейс, он хороший. Они его то исключат, то по новой. Нам он очень нужен, необходим. А до этого сложно было? Очень сложно. 144-й, там одни хамы работают. Они вообще уже... Нам нужен этот автобус. Нужен. Мы уже все пристраиваемся. Уже привыкли? Да. Мы переживали, что он ушел с линии. Он был раньше. А как вы убирались до этого? Как? У нас один 144-й. Все. Вот как селедка. Стоя. На 110-м маршруте курсирует 4 автобуса среднего класса комфорта. Это на уровень выше, чем было. Если вдруг один из автобусов выйдет из строя, на помощь приедет автомеханик. А на линию выйдет запасной транспорт, рассказал перевозчик. Прежде он не работал на этом маршруте, но знает, насколько активно люди добивались его возвращения. Обещает их не подвезти. И сами пассажиры нарадоваться не могут такому новогоднему подарку. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.